Пять государств прикаспийского региона вновь соберется за столом переговоров. Туркменистан готовится к проведению первого Каспийского экономического форума, который состоится 12 августа в туристической зоне АВАЗА. Какие вопросы обсудят участники, знает Динара Женбатырова. 12 августа 2018 года. Актал. В тишине слышны только щелчки фотоаппаратов. Каспийское море. Спустя год, 12 августа, в день Каспийского моря, страны снова сядут за стол переговоров. На этот раз в Туркменистане в национальной туристической зоне АВАЗА. Пяти соседям по Каспии нужно сообща выстроить новую экономику региона, модернизировать инфраструктуру, снять таможенные и приграничные барьеры, привлечь новых инвесторов. Но главным вопросом станет обсуждение создания и развития транспорта коридоров как на море, так и на суше. Туркменистан хочет диверсифицировать маршруты своих энергоресурсов. Именно мы уже осуществили многие энергетические проекты. Эти проекты отвечают интересам всех прикаспийских государств. Дорогу Казахстан, Туркменистан, Иран. Это как раз основное звено транспортного коридора север-юг. Уже начиная с конца 2014 года этот транспортный узел уже работает. Он приносит многие экономические выгоды, социально-экономические выгоды не только трём государствам. По расчётам независимых агент страны Каспия к 2025 году смогут заработать на экспорте почти 4 миллиарда долларов. Каждая из государств сейчас наращивает мощность из своих портов. Актаусский в прошлом году перевалил 3,5 миллионов тонн. В нём на полную мощность работают зерновые терминалы. Пшеница – один из основных продуктов, который закупает Туркменистан. Сейчас морские ворота Казахстана больше ориентированы на контейнерные перевозки. Возможности порта – порядка 40 тысяч контейнеров в год. А уже через 4 года здесь рассчитывают перевалить 300 тысяч. Порт Актаус загружен максимально, а вблизи него построен ещё один курок – специализация паромной перевозки. Каспийский форум в долгосрочной перспективе предполагается как такая постоянно действующая площадка переговорная по сотрудничеству в Каспийском регионе и в лежащих зонах. Конечно, это выгодно и для Туркменистана, и для всех соседних стран. Какие возможности у нас? И в энергетике, и на транспорте, и в коммуникациях, и в плане торговли, инвестиций и так далее. То есть люди приедут, посмотрят, увидят, пообщаются с туркменскими коллегами, пообщаются с коллегами из других стран. Каспий – море дружбы, согласия и добрососедства, которое объединило 5 государств. Сейчас перед странами стоит задача нарастить объёмы торговли и превратить Каспий в один из наиболее эффективных транспортных узлов. Конечно, речь прежде всего идёт о грузовых перевозках, но будут налажены и круизные путешествия. Казахстанцы, туркменистанцы, россияне, иранцы, азербайджанцы смогут ездить друг к другу в гости, пересекая воды целого моря. Динара Женбатырова, Ирсен Мухаммедалин. Итоги дня. Ашхабад.